Дорогие гости и участники Дорогие гости и участники Дорогие гости и участники Дорогие гости и участники А завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Снова я иду навстречу, вы сегодня снова вместе. Помолчи нам словами надо, что могли бы все сказать. Молча встретимся мы взглядом, улыбнётесь мне глазами. Сомнения прочие не столько хороши. Поэт не виноват, сравненья неудобны. Вы прелестью лица и прелестью души Для счастья бесподобны. Так и мы уйдем на все уже. Отдавала бы все на свете, Чтобы пресно не давать в нём. Роковые не сплюсь. Напишите сценарий для самой невыслимой пьесни, Где сюжет изменить, я сумею в каждой картине. Зачеркните в истории век, где отнюдь и штантез Править суетным миром, а Пушкина нет и в помине. Вот шампанское ведро, вот женитьба фигару, Но не ходи на речку, на чёрную речку. Саша, 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 ты же солнце наш, А Дантес, да что с Дантесом, иди вон лесом. В Петербурге, на набережной Фонтанке, дом 185, Есть мемориальная доска. Здесь, в этом доме, жил Пушкин. Мы об этом знали. И 10 лет назад, точнее в 2004 году, Приехали в Санкт-Петербург и... В маленькую гостиничку, которая называется Домик в Коломне. И на другом доме, по адресу канал Грибоедова, Дом 174, Также увидели мемориальную табличку, Которая была вывешена буквально накануне. И так, сопоставив факты, мы сделали открытие. Вот сейчас получается, что Пушкин одновременно жил в двух домах, Которые расположены в 500 метрах друг от друга. И мы надеемся, что исследователи творчества Пушкина Найдут верное решение. Но нам приятно, что можно и здесь у Пушкина побывать, И здесь. В завершаемую программу на тему Пушкин и современности. Специально для тех, для кого Пушкин начался с самого-самого детства. Буря мглою, небо кроет, и хриснежная крутя, То, как зверя на заводь, то заплачет, как дитя. То рыдает, то хохочет, то на кухню к нам тайком, Рассочится ветер хочет, притворяясь сквозняком. То ли время, то ли в югах, впрочем, это все одно. Ведь со мной моя супруга и шепучее вино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова